28 февраля итоги своей работы за 2016 год подвела Кашхабльская центральная районная больница. На совещание были приглашены министр здравоохранения республики Адыгея Рустем Меритуков, глава района Заур Хамирзов. Также присутствовали работники больницы и ФАПов сельских поселений. Об итогах своей работы присутствующим рассказал главный врач центральной районной больницы Зарем Абшизова. Кашхабльский район расположен в восточной части республики Адыгея. Протяженность района с севера на юг 74 километра, с запада на восток 20 километров, занимает территорию 66 квадратных километров, состоит из 9 административных поселений. Население района на начало 2016 года составляло 29 929 человек. Возрастной состав населения характеризуется при обладании лиц старших возрастных групп. Количество лиц от 0 до 17 лет 6073, 20%. Старших трудоспособного возраста 6610, 22%. Лиц трудоспособного возраста 17146, 57,3%. В демографической ситуации усиливается деполяризация населения за счет низкой рождаемости и высокой смертности. В ушедшем году умерших на 65 человек больше, чем родившихся. Родилось 311, умерло 376. Показатель естественной убыли в отчетном году состоял минус 1,9. Последний раз положительный прирост населения отмечался в 2014 году. Ведущими причинами в структуре общей смертности по району в 2016 году явились болезни системы кровообращения 47%. Из них лиц трудоспособного возраста 12%, а старше трудоспособного возраста 88%. Показатель смертности от болезни системы кровообращения снизился на 2,7%. Второе – это новообразование. Заболеваемость временной утраты нетрудоспособности в расчете на 100 работающих выросла в 2016 году в случаях на 3%, в днях на 5,4%. Число работающих снизилось на 543 человека. В 2016 году интенсивный показатель первичного выхода на инвалидность по сравнению с 2015 годом снизился на 0,3% и составил 35,7% на 10 тысяч населения. В структуре заболевания, обусловившем возникновение инвалидности, ведущее место принадлежит болезням системы кровообращения 23%, второе место – онкологическим заболеваниям в 17,9%, третье место – хирургическая патология 11,8%. В 2016 году инвалидами признано 519 человек, в том числе 72 ребенка. Проведение медицинских осмотров детям в 2016 году было организовано в соответствии с порядками прохождения несовершеннолетних медицинских осмотров. Подлежало всем видам медицинских осмотров 5710 детей от 0 до 17 лет, из них 250 до года. Охват детской диспансеризации по участкам представлен в таблице и составил 98% от плана. На основании федеральных и республиканских приказов было осмотрено 66 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Охват состоял 100%. Важным компонентом в системе охраны здоровья детей остается видное оздоровление. В 2016 году оздоровлено в загородных оздоровительных лагерях 369 детей, в пришкольных – 933 ребенка, в детских специализированных санаторий – 66 детей. По путевке матери и ребенка – 29 детей. В учетном году в районе на учете состояло 72 ребенка от 0 до 17 лет с ограниченными возможностями. Оровень детской инвалидности в районе состоял 118,6, в 2015 году – 108,3, в республиканский показатель 2015 года – 135. Основными заболеваниями детей, приводящими к инвалидности, являются заболевания нервной системы – 20%, врожденные аномалии – 21%, психические расстройства, расстройства поведения – 11%, болезни уха изосцевидного отруска – 11%, болезни эндокринной системы – 10%. Также Зарема Пшизова отметила, что очень много было сделано за прошедший год и выделила первостепенные задачи, которые необходимо будет решить в 2017 году. В рамках данных мероприятий нашим учреждениям было выделено 11 900 тысяч рублей. На сумму 3 900 тысяч рублей были проведены ремонтные работы по укреплению самонесущей стены лечебного корпуса. На капитальный ремонт врачебной амбулатории Аула Ходз и средств республиканского бюджета выделено 5 миллионов рублей. Хочется отметить помощь депутатов Государственного совета Хаса и республики Адебея. Именно ремонт Ходз и средств республиканского бюджета врачебной амбулатории дополнительно была выделена 3 миллиона рублей. Автопарк нашего учреждения пополнился в новом автомобиле класса «Б» «Газель», который оснащен необходимым медицинским оборудованием для проведения неотложной медицинской помощи с силами врачебной и лечебной бригад, а также для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на госпитальном этапе. За счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования был произведен ремонт маммографа на сумму 601 по на 1000 рублей. Для улучшения качества и доступности медицинской помощи в собственный средств было приобретено медицинское оборудование на сумму 528,5 тысяч рублей. Ходя из этого, основными задачами, решением которой нам предстоит работать в наступившем году, является повышение качества проведения диспансеризации и профосмотров, своевременное грамотное ведение медицинской документации, чтобы не терять на экспертизе и штрафах, лечение и обследование больных на всех этапах в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Необходимо всему медицинскому персоналу постоянно работать над повышением своей квалификации, чтобы вести лечебный процесс на современный уровень, привлекая к себе больше больных. И, конечно же, внедрение новых методик в диагностике и лечении. Так, например, в хирургическом отделении нас сэкономленные в ходе проведения аукционов на ремонтные работы по укреплению наружно-самонесущей стены удалось найти средства сэкономленные, отремонтировать вторую операционную, купить новый инсуфлятор, который больше отвечает Венину, но во Владимире не подходит к нашей аппаратуре, провести газопровод под углекислоту. Операционная готова, есть специалисты, есть желание. Я думаю, что в этом году удастся начать лапароскопию, делать сначала как диагностическим это внедрить, потом уже как лечебный, это новые возможности совсем, новый уровень оказания медицинской помощи. Реабилитационная, реабилитационные койки на базе отделения работают у нас уже два года. Прекрасный, сплоченный, дружный коллектив, который завоевал любовь и уважение не только в нашем районе Адыгея, приезжает на лечение из других территорий, здесь тоже есть свои возможности, резервы, необходимо дальше развивать это направление, закупать новое оборудование, повышать квалификацию работников в этом отделении. Министр здравоохранения Республики Адыгея Рустея Меритука в своем выступлении положительно охарактеризовал работу всей больницы. В целом больница очень работоспособная, сплоченный, работоспособный коллектив. Радует то, что приток малопиткадров по программе «Земский доктор» хоть так, хоть так, но пополняется кадрами. Укомплектованность первичного звена участковых педиатров, участковых терапевтов, 100% это, наверное, единственный район, где 100% укомплектованность первичного звена. Возможно, кто-то там в декрете или что-то, но в целом все ставки заняты. По проведению диспансеризации тоже 100% выполнение диспансеризации, 100% выполнение клана. По работе реабилитационного отделения очень много положительных отзывов со всех районов Республики. Значит, огромное количество людей, пытающихся попасть в это отделение, просто рождают предложение. Если действительно это нужно, может, и назрело пора расширять койки или что-то, но в целом это было правильное решение, когда открывался реабилитационный. Были сомнения, заработает, не заработает, насколько будет востребовано, хватит ли у нас сил и так далее. Опыт показал, что действительно это востребовано. Нам тоже нужно синхронно больше приспосабливаться к современным требованиям развития медицинской науки и быть более гибкими. Если какие-то специальности более востребованы, нам немедленно нужно готовить тех, тех специалистов. Может, кого-то надо переобучить. То есть, по потребности больница должна приспосабливаться. По оборудованию также. Далее он рассказал присутствующим о новой системе аккредитации и отметил процентное снижение одного из самых важных факторов детской смертности. Благодаря вот таким вот мероприятиям, благодаря вот такой логистике, мы достигли таких цифр по младенческой смертности. 4,6 – это один из самых низких показателей по Российской Федерации. Младенческая смертность на сегодняшний день в Республике Адыгея. Мы долго, упорно над этим трудились. Мы обучали специалистов. Вы помните, да, вместе с вами это все проходило по маршрутизации пациента. Мы открывали второй этап выхаживания домашних детей. Тринотальная диагностика, скрининговые обследования. Вот это все, работа вот эта, в итоге привела вот к таким результатам. Больница, еще раз повторяюсь, очень работоспособная. Одна из лучших больниц в Республике. Межстатус межрайонной больницы. Мы много раз это повторяем, еще раз повторяю. У вас потенциал колоссальный. По месторасположению, по самой больнице, по оборудованию, которое у вас есть, конечно, ничего многое требуется, но потенциал серьезный. А самый большой потенциал, это кадры, это вы, это люди, которые здесь сидят, которые делаете эту работу. В этом году была введена единая диспетчерская служба вызовов, говорит Руссия Меритуков. В этом году, вы знаете, да, что мы перешли к централизации. Единая диспетчерская служба по всей Республике. Вы с 1 февраля попадаете туда. Я знаю, есть кое-какие проблемы, там, шероховатости со связью, там, с обучением фельдшеров, я знаю, вход здесь, я все это знаю. Но чуть-чуть, коллеги, ну, терпения попрошу от вас, мы все это отрегулируем. В ближайшее время эти все моменты будут отрегулированы. Мы будем обновлять автопарк машин в этом году. Машины, которые поступили, каждый район получил по одной машине. В этом году еще поступят машины, заменим. В заключении министр здравоохранения обратился с пожеланиями к Зареме Пшизовой. Уважаемые коллеги, Зарема Абдуловна написала заявление. Значит, она сегодня, в последний день, работает в качестве главного врача. Она переходит на новую работу в Майкоп, заместителем директора фонда обязательного медицинского страхования. Значит, она заявление написала еще в том году. Это такое взвешенное, ну, как бы выверенное, обдуманное решение. Значит, главврачом поработала она 5 лет в этой больнице, до этого работала педиатром, до этого работала главным врачом элитовской больницы. То есть, всю свою практическую работу человек провел, получается, в районе, да. Ну, наверное, трудно принимать такое решение, но жизнь продолжается, поэтому работа, на которую она переходит, она тоже напрямую связана с здравоохранением, она никуда не девается, она в системе нашей остается, просто в другой роли она будет. Она будет и у вас, она будет и с нами работать, значит, заместитель директора фонда обязательного медицинского страхования, как раз-таки по лечебной части, будет контролировать нашу с вами работу, уже на другом уровне. Трудно подыскать какие-то слова, чтобы выразить, что делала эта хрупкая девушка за время своего пребывания здесь. Многим не удавалось то, что ей удалось за последние несколько лет. Ну, если выразиться одним словом, можно так сказать. Не боясь ничего, никаких проблемных моментов, упорно достигала поставленных целей и задач. Что касается ремонта, что касается там строительства, что касается финансирования, что касается финансовой дисциплины. Жесткий, ее иной раз кому-то казалось слишком жесткий подход, но очень справедливый, очень, она нам этим эмбонировала, очень справедлива, очень, значит, выверена, очень грамотно, очень целеустремленно проработала она все это время в больнице, за что ей лично от меня большое спасибо. Мне с ней было очень легко, вот, иметь такого главного врача в районе, вот, и не хочется терять, потому что было с ней очень легко. Чувствовала, что закрытый тыл, чувствовала, что там проблемы решаются, и на нее можно положиться. Но жизнь продолжается, поэтому в новой должности, я думаю, что она, ну, там тоже, наверное, очень нужна, и, ну, мы работаем на одной территории, никуда она не девается, я думаю, часто будем встречаться и работать вместе. Хочу Зариму Абдулому поблагодарить, от всех, наверное, вас тоже, уважаемых коллеги, пожелать ей удачи на новой должности. Мы всегда рядом, если, ну, в здравоохранении когда-то, ну, ей надоест в фонде работать, то мы всегда ее заберем обратно. Уважаемые коллеги, хочу вам представить нового главного врача, Хашев Заурбим Муратович. Значит, ваш коллега тоже. Заура, ну, знаете все, тоже очень уважаемый, выросший в этом коллективе, выращенный вами человек, поэтому я думаю, что он не нарушает того, что уже сделано, будет продолжать нам этих хороших традиций, и я очень надеюсь, что с его приходом оживится еще, ну, я же сказал, предела совершенства нет, может, чего-то мы не видим, может, что-то он новое увидит, привнесет что-то, поэтому с его приходом мы ожидаем какого-то толчка позитивного, значит, чтобы больница еще была более энергичной, более омоложенной, более работоспособной, на это мы все очень надеемся. Тоже в добрый путь, уважаемые друзья, желаю от вас, от себя, и прошу поддержать, прошу поддержать, поскольку, ну, человек в такой организационной работе еще не работал, практически доктор, очень уважаемый, пациенты его очень любят, коллеги его очень любят, но как организатор он еще не работал, поэтому какое-то определенное время ему понадобится, ну, пока освоится, ваша же поддержка в чем, просто не подводите и все, больше ничего, а там все отрегулировано и все будет хорошо. Затем СОО предоставили главе Кашхабского района Зауруха Мирзову, который поблагодарил бывшего главного врача Центральной районной больницы за добросовестную работу. Существует доклада Зарем Магдова, он очень подробный, и, честно говоря, очень подробный комментарий министра здравоохранения не может не радовать тот факт, что младенческая и детская смертность у нас в районе сокращается, но одновременно печаль тот факт, что смертность все-таки у нас превышает рождаемость. Самое главное – это люди, самое главное – это дети, это темография. На улучшение материально-технической базы, в частности больниц, вот идет очень серьезная работа, и нельзя не заметить, что именно в этой области за последние несколько лет сделать большой прорыв, но самое главное в любом деле – это кадры. Какой бы замечательной больницей ни была, какое бы замечательное, самое передовое оборудование у тебя бы не было, но если нет квалифицированных, грамотных кадров, все это простой звук. Я хотел бы поблагодарить весь коллектив районной больницы. Вот есть такая работа сапер, да, ему нельзя ошибаться. Вот у вас работа тоже сравняется с работой сапера, потому что если есть врачебная ошибка, за этой врачебной ошибкой стоит человеческая судьба, зачастую человеческая жизнь. Поэтому поменьше ошибок, самообразования, успехов, удачи, всем вам здоровья, и обращаясь к Зареме Абдуллова, я хотел бы поблагодарить вас за переустремленность, терпение. Я присоединяюсь ко всему сказанному. Я думаю, коллектив вам уже много слов сказал, еще скажет, поэтому счастья, здоровья, успехов. Я хотел бы вам больше поводаться на число. АПЛОДИСМЕНТЫ В этот день, конечно же, не обошлось. Без слов благодарности в адрес бывшего руководителя от коллектива больницы. Благодарить за ему, Абдулловну. Вот то, что она все эти годы была с нами, она, мало она профессионально состоятельная, она еще человек замечательный, она всегда вникнет, поймет, оставляет она неплохое хозяйство, очень много нового принесла нам в коллектив. Замечательно было с вами общаться. Просто очень хочу пожелать, чтобы все, что вы планируете, сбылось. И ближний, если там, и профессиональный план. Мы все вам благодарны. Хочу вам пожелать на новом месте спокойной работы, чтобы новая работа на вашем здоровье не отродилась. Будьте всегда такой, как Таэр Леонидович. Спасибо, Алексей Николаевич. Даже потом, не верно, посол. Я им думаю, я тоже хочу присоединиться ко всем пожеланиям, сказать вам огромное спасибо. Вы наш пример для подразделения. Спасибо. Новый главврач, в свою очередь, пообещал приложить все усилия для того, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Благодаря моих коллег, рядом с которыми я работал на немало лет, когда-то я здесь стартовал и формировался благодаря вам как медицинский работник, как врачебная единица. Теперь мне предложено попробовать проявить себя в новом качестве. Спасибо большое, Александр Петрович, за это высокое доверие. Постараюсь оправдать. И в этих надеждах, большая надежда поздравляю на вашу поддержку, которую всегда все эти возы испытывал, и на нее продолжаем вообще говорить впредь. Присоединяюсь ко всем словам «Товарищ, уважаемый Зарема Гуловны, я могу сказать, что среди большинственников на этой должности целый ряд, целый пледя замечательных фигур, и на этом фоне все равно Зарема Гуловна выделялась, мы очень верно заметили компетентностью и особенно своей вшельной теплотой. Постараюсь и это тоже пледно вооружить. Спасибо всем». В заключении совещания Зарема Пшизова обратилась со словами благодарности к присутствующим. Мне легко, конечно, сейчас говорить вам «до свидания», но это «до свидания», это не «прощай». Как Рустем Батальбич сказал, теперь просто в новом качестве. Я думаю, что если будет возможность курировать какие-то районы, то это будет именно Кашихабский район. 31 год жизни, проведен именно в этом районе, как человек, как специалист я сформировалась, конечно же, здесь, среди вас. И поэтому спасибо вам за все. Если когда-то были какие-то шероховатости, я вам об этом говорила, в принципе, все равно каждому из вас я испытываю самые теплые чувства. Работа есть работа, а за пределами работы. А всех вас у меня самые теплые воспоминания будут на всю мою оставшуюся жизнь. Наверное, самая лучшая в жизни я уже сделала, в своей трудовой жизни, находясь здесь. Но постараюсь помогать и дальше, конечно.